Над Арктикой появились бензиновые облака, что это может означать? С 17 декабря за полярным кругом и рядом с ним наблюдаются необычные перламутровые облака. Это явление, известное как полярные стратосферные облака, могли увидеть жители Норвегии, Швеции, Финляндии и Аляски, а 22 декабря они были зафиксированы в Италии и Швейцарии, об этом пишет РБК Украина, проект Esteller, со ссылкой на сайт новостей об исследованиях космоса, инновациях и астрономии space.com, фотограф Рамуня Шапейл-Айти сняла удивительные моменты в Камуни-Гран на юге Норвегии, создав несколько ярких снимков. На них видны радужные цвета облаков и переливающиеся мерцания, благодаря которому явление и назвали перламутровыми облаками. Девушка отметила, что цвета были заметны в течение всего дня, но особенно ярко проявились ближе к закату, перламутровые облака представляют собой облака со льда, отражающие и рассеивающие солнечный свет, создавая радужный эффект видимости Земли. Они формируются на высоте от 15 до 25 километров на поверхности Земли и возникают при очень низких температурах, ниже минус 85 градусов по Цельсию. Поэтому такие облака можно увидеть только в зимний период в полярных регионах, хотя обычно, сезон, перламутровых облаков начинается в январе, этой зимой они появились раньше. Эксперты предполагают, что это удивительное явление можно будет наблюдать в разных странах еще несколько недель. Вопреки их красочной природе перламутровые облака также имеют свою темную сторону. Они играют немаловажную роль в разрушении озонового слоя над Арктикой. Напомним, что США расширили контроль над континентальным шельфом в Арктике. А еще у нас есть материал об астероиде, который имеет наибольшие шансы врезаться в Землю.